Важно готовить специалистов в этой сфере с юности. Да и опытным журналистам нужно постоянно повышать квалификацию. Для этих целей правительство округа второй год проводит региональный форум «Югра молодежная-2017». Я считаю, что это одна из лучших профессий на Земле, которой следует заниматься. И, конечно же, очень здорово, что в Югре есть подрастающая смена, которая хочет выражать свое мнение, хочет рассказывать о других людях, хочет писать, хочет творить и хочет объединяться друг с другом. В предыдущей программе мы показали основных героев данного конкурса журналистского мастерства, отметили интересных участников и увидели их наставников. Живые очень хотят чему-то учиться, и им интересна жизнь. А самое главное для репортера – это любопытство. В этой программе нам бы хотелось рассказать подробнее о потрясающей образовательной части этого мероприятия. Секретами мастерства с участниками делились столичные медиазвезды, руководители и сотрудники издания «Русский репортер», а также эксперты телеканала «Культура». Наша съемочная группа много лет ведет кочевой образ жизни. Мы путешествуем по стране, от Владивостока до Калининградской области, очень много где побывали. Мы остаемся всегда за камнем. И сейчас, и сейчас. Эта съемочная группа уникальна. Прежде всего тем, что производит программу «Письма из провинции» телевизионного долгожителя. На телеканале «Культура» она уже выходит 15 лет. Почему он имеет такую вот ровную популярность? Потому что это документальные фильмы о простых людях, о их судьбах. Каждую пятницу выходит фильм документальный о каком-то городе. Мы вот не снимаем очень известных людей, редко. И даже когда мы их снимаем, мы показываем их человеческую суть. Мы ищем людей добрых, умных, талантливых. И ведем с ними душевные беседы. Вы знаете, что самое ценное в жизни, когда случается какой-то душевный разговор, хороший. У съемочной группы часто бывают экстремальные командировки. По словам режиссера телеканала, хороший документальный фильм создается примерно год. Команда программы «Письма из провинции» выпускает оригинал каждую неделю. А на работу с главным героем фильма есть два-три съемочных часа, не больше. Как за столь короткий срок выпустить хороший материал, спрашивали участники у лекторов. Секрет успеха в профессии – любить своих героев, считают сотрудники телеканала «Культура». Мы имели честь общаться, дискутировать, услышать взгляды, мнения сотрудников наших центральных телеканалов, авторов очень известных и полезных передач. И они поделились с нами своим взглядом о том, как в этой профессии сохранить индивидуальность, какие существуют подходы. Вот они раскрыли свои подходы к делу. Говорили на форуме не только о телевидении. В первый же день около трех часов Ольга Андреева, столичный и известный обозреватель, открыто и задушевно побеседовала с участниками о репортаже. Многие считают, работать в этом жанре – верх профессионализма. Журналистика сейчас в кризисе. Мало газет, все меньше. Рабочих вместо меньше. И есть точки прорыва – те СМИ, которые умудряются выживать, сделать что-то новое, интересное. Я знаю, что это региональные СМИ, которые умеют интересно и содержательно говорить со своим регионом. И это СМИ, которые делают уникальные жанры, как, например, русский репортер делает репортаж. Репортаж – это рассказ очевидца, написанный так, чтобы дать возможность читателю почувствовать себя на месте события. Главное в репортаже – эффект присутствия, когда читатель словно видит, слышит, воспринимает происходящее вместе с журналистом. Репортаж в клиповом мире – это роскошь. Длительные командировки, часто в разные точки земного шара, долгая обработка данных и написание текста. Это дорого в производстве, говорит Ольга Андреева. Но на это всегда будет спрос. И у тех, кто пишет, и у тех, кто читает. Идея того, что народ быдло и, так сказать, не понимает высокого, ну, она, конечно, очень продуктивна для жёлтой прессы. Но вот, как показывает наш собственный опыт и мировой опыт, ну, вот русский репортёр, возникший в 2007 году, имел колоссальный успех. Там были длиннющие лонгриды. Идея и концепция русского репортера состояла в том, что мы рисуем картинки реальности, с которыми человек, вообще жители этой страны, которых он может себя узнать. Социологи утверждают, современное поколение воспринимает краткую и наглядную информацию. Им свойственно быстрое переключение внимания. Средний период концентрации на одном объекте составляет 8 секунд. Жанр репортажа требует внимания, длительного и вдумчивого чтения. В связи с такими тенденциями в обществе репортаж часто просто хоронят. В своё время говорили, что кино погубит театр, выжил театр. Потом начали говорить, что интернет погубит вообще всё, и телевидение, и радио, и вообще всё. Не погубит. Это наивная вера, потому что нормального человека всегда тянет познать больше. А больше познать в коротких строчках, например, ВКонтакте, невозможно. В нашей стране явно преобладают журналисты женщины, хотя 80% авторов американских газет – мужчины. Поэтому, говорят, быть леди в американских СМИ очень тяжело. Хотя в России многие считают, всё наоборот. Женщины, в отличие от мужчин, обладают неким шармом. Им легче брать интервью именно у мужского пола. Особенно, если они харизматичны, ну, к примеру, как вот наша женщина, которая сейчас проводила у нас лекцию. Это было очень интересно. Впрочем, даже в России принадлежность к определённому полу не делает профессию журналиста более лёгкой. Особенно, если прекрасная леди – военный журналист. Большинство репортеров гибнут в горячих точках, которых в мире с каждым годом становится всё больше. Блокнот и ручка – традиционное оружие журналиста. На войне не играет никакой роли. У военных репортеров женщин свои секреты, как выжить. Я женщина, в первую очередь, чем журналист. И вообще, именно то, что я женщина, неоднократно спасала мне жизнь. И именно поэтому я всегда надевала на войне платья, я надевала длинные платья, чтобы очень быстро внимание могло сфокусироваться на моём платье. Иногда это доли секунд, когда человек определяет, мужчина или женщина. И снова удивление, откуда на войне женщина в длинном платье. И если он собирается в меня стрелять, то, может быть, вот эти вот какие-то доли секунды удивления удержат его от этого. И женщине, в принципе, легче работать. Эта хрупкая и привлекательная дама – легенда. Её работы давно изучают на журналистских факультетах и ставят в пример. Марина Ахмедова славится в кругах профессионалов именно умением виртуозно брать интервью. Об этом она и рассказала. Я, например, считаю, что журналист – это не тот человек, которому герой может что-то запретить или разрешить. Герой должен нести ответственность за каждое сказанное им словом. Ты всегда ходишь вокруг героя и ищешь его слабое место. Я всегда чувствую себя с ними на равных. Никогда не надо перед ними любезти, они точно ничем не лучше вас. Интервью, репортаж – эти жанры существовали веками. Сегодня у молодёжи появились и новые способы выражения. Строго говоря, их нельзя отнести конкретно к какому-то журналистскому жанру. Это скорее явление современной жизни, порождённое виртуальной реальностью. Именно интернет создал блогеров. Соцсети – это ведь не средство массовой информации. Соцсети – это механизм передачи какой-то информации. И в этом смысле мне не кажется, что доверие к соцсетям выше. Потому что в отличие от журналистов, у блогеров, у большинства, во всяком случае, отсутствует важный навык верификации информации. То есть блогеру сложно проверить, эта информация является правдой или эта информация является ложной, то есть фейкой. Именно поэтому, собственно, именно в этом состоит радикальное отличие блогера от журналиста. Журналист умеет проверять информацию, блогер не умеет проверять информацию. Комментарии к блогу или посту сделали его средством общения в сети, которое по ряду критериев превосходит электронную почту и чаты. На форуме этому явлению удивили особенное внимание. Известный специалист СМИ Дмитрий Михайлин рассказал ребятам о том, как же создать хороший блог, хороший пост. Чтобы написать интересный пост, надо, первое, интересно жить, в том числе внутри себя, не только во мне, но и внутри. Во-вторых, надо владеть русским языком, который самый прекрасный, но и самый сложный, пожалуй, в мире. Ну и в-третьих, наверное, любить мир, любить человечество, относиться к окружающему пространству с интересом. Дмитрий Михайлин считает, что необходимо каждому знать и понимать, как безопасно существовать в виртуальной реальности. Будь вы профессиональный блогер или обычный пользователь. Итак, правила безопасного поведения в сети от Дмитрия Михайлина. Первое. Не общайтесь с незнакомцами на важные темы. Второе. Помните, ваши социальные сети просматривают работодатели. Третье. Не хвастайтесь в интернете. Четвертое. Развиртуализируйтесь в людных местах. Пятое. Не оскорбляйте в сети, так же, как в жизни. Шестое. Не заходите в социальную сеть в нетрезвом состоянии. Напомним, форум традиционно проходил в Хантамансийске в начале лета. В этом году, так же, как и в прошлом, на мероприятии встретилось несколько поколений. Участники со всей Югры в возрасте от 15 до 35 лет. Ребята имели возможность узнать новое и попробовать профессию журналиста, что называется, на вкус. Я думаю, что все-таки есть определенное будущее в нашей профессии, но нам должны измениться. Нормальная форумистика, это больно, если мы подросли на больше. Нормального человека всегда тянет познать больше. Журналисту надо очень много читать. Только читать. А то мало. Надо общаться с людьми. Важно и не только слушать, но и слышать, и понимать своего собеседника. Герой должен нести ответственность за каждое сказанное им слово. Это довольно сложно соединить, но у вас получится.